Еще одна тема, которая волнует всех, без исключения, в преддверии Нового года, это, конечно же, внешность. Тут я никак не могу с тобой не согласиться, полностью согласна. Вообще мы, девчонки, немало времени, а главное денег, тратим на различные процедуры, связанные с нововедением красоты перед Новым годом. Да и, в общем-то, вообще всегда. Ну, перед праздниками особенно. Кстати, есть и новые модные веяния в макияже, именно на праздновании Нового 2023 года. Обо всем расскажет наша коллега Дарья Шумович в своем следующем сюжете. Всем привет, меня зовут Виктория Зак. Сегодня я хочу вам рассказать, как создать яркий, сияющий макияж на Новый год. Для начала мы обработаем кожу, смоем остатки макияжа мицеллярной водой. Хорошенечко массажными линиями мы проходимся по всему лицу. Также зона шеи. Даем парочку минут, чтобы все высохло. Далее я буду использовать увлажняющий тонер для лица. Также протираем все лицо массажными линиями. После тонера мы наносим увлажняющую сыворотку. Также массажными движениями. Не забываем про шею. И даем пару минут спритаться. Далее мы берем консилер. Подбирайте консилер на полтона светлее цвета своей кожи. Потому что если мы возьмем темнее, либо в тон в тон, у нас не удастся перекрыть синячок под глазом. Глазки вниз. Наносим прихлапывающими движениями. Много продукта не берем, чтобы в дальнейшем он у нас не скатывался. Если нет консилера, можно нанести наш тон, который мы обычно используем. Нанесли, растушевали. Главное, чтобы не было видно границ. Далее мы берем карандаш гелевый. Гелевые карандаши это которые у нас в пластмассовой упаковочке. И кисточку бочонок синтетическую. И начинаем прорабатывать от линии ресниц. Прям хорошенечко так жирненько промазываем. Без пробелов. И начинаем тушевать вверх. Хорошенечко все растягиваем, чтобы цвет у нас был однородный. Карандаши лучше использовать гелевые, так как они будут дольше держаться. И они отличная подложка для теней, чтобы тени в дальнейшем у нас не скатывались. Вот такая вот у нас подложечка легкая получается. И также дублируем второй глазик. У кого не нарощенные реснички, так же можно будет прокрасить слизистую этим же цветом. В принципе можно использовать карандаши не только в коричневом цвете. Нынче актуальны бордовые оттенки и черный. Далее мы будем закреплять все тенями. Для теней мы возьмем палеточку классическую в коричневых цветах. Берем средний оттеночек. Не забываем лишнее обстукать об руку, либо об коробочку. И при хлопывающем движении мы начинаем закреплять наш продукт. Постепенно мы начнем затемнять. Берем чистую кисть из натурального ворса. И начинаем тушевать, чтобы у нас не было никаких границ. Также дублируем второй глазик. Если мы сразу же начнем наносить темные оттенки, у нас получится грязь на глазах. И тушевка уже не будет такой красивой и легкой. Затем мы берем оттеночек потемнее. Я возьму такой серо-коричневый оттеночек. И так же начинаем его вбивать. Главное, чтобы мы не прокрашивали вот эту косточку. А делаем все только на яблочко глазах. Также сейчас мы будем консилером покрывать нижнюю часть пека. Хорошенечко прорабатываем. Много продукта мы не наносим, чтобы он не запал в наши складочки все, в морщиночки. Но хорошенечко подходим прям к ресничному краю, не боимся. И растушевываем все. Также берем карандашик коричневый на глазке. И хорошенечко прям жирным слоем прорабатываем межресничное пространство. Не боимся. Также прорабатываем потом и слизистую. Если у вас скатался карандаш на слизистой, мы позже его уже начинаем дублировать, когда макияж подходит к концу. И чистой кисточкой мы подтушевываем границу. Вот так вот у нас должен получиться глазик. И также мы делаем второй. Далее мы будем наносить блестящие тени. Для этого мы возьмем специальную базу для них, нанесем чуть-чуть на руку. И синтетической плоской кистью мы нанесем на верхние века. Главное, когда мы наносим этот клей или базу, не открывать глаза, чтобы база не склеилась. И сразу же быстро мы берем, я сегодня буду использовать вот такие золотистые спарклы. И маленькую плоскую кисточку набираю. Отряхиваю лишнее, чтобы все не посыпалось у нас на лицо. Такими прижимающими, перехлапывающими движениями, чтобы у нас все проклеилось, я наношу. Если тени посыпались вниз, их всегда можно убрать либо скотчем. Мы его отрываем и просто приклеим лицо, и тогда все блестюночки от этих у нас уберутся. Главное, чтобы на лице не было еще тона, потому что тон тоже уйдет вместе с ним. Итак, я беру тональное средство, которое подходит идеально. Всегда подбирайте тон, основываясь на своем подтоне кожи. Сегодня у нас у девушки, у нее холодный подтон кожи. Мы возьмем светлый цвет, который не отливает ни оранжевым, ни розовым, ни желтым. И при хлопывающими движениями мы начинаем потихонечку наносить тон на лицо. Далее мы будем брать консилер и корректировать уже им какие-то покраснения. Набираем немного на руку. Берем пушистую кисточку синтетическую. Видите, видим какие-то покраснения, просто начинаем так вбивать. Оставляем все это, пусть у нас остается немного нижний слой, чтобы окреп впитался. И чтобы потом верхний слой уже только растушевали, а нашего покраснения какого-либо уже не было видно. Далее мы будем использовать кремовую коррекцию. Я немного продукта наношу на руку, прям с руки набираю. И начинаю от линии волос наносить его на лицо. Не наносим дальше вот этого прямо вот коду, вот этой точке. И хорошенько растушевываем, чтобы у нас не было никаких пятен. Растушевываем вверх к линии. Убав, вдоль волос. Далее я беру кремовую румяну. Точно так же совсем небольшое количество я наношу на руку. Точно так же набираю на спонжик. И точно ту же самую зону мы наносим румяна, прихолапывающими движениями. В чем плюс кремовая коррекция? Она будет смотреться более свежо, более легко на лице, чем та же самая у нас сухая коррекция. Берем пушистую кисточку и наносим хайлайтер на выступающую часть лица. Вот здесь у нас находится эта косточка. И растушевывающими движениями, немного вбивая, мы наносим. Тоже главное не переборщить. Приступим к губам. Губки хорошенечко тонируем остатками тонального средства, которое у нас осталось на кисточке, либо на спонжике. Мы тонируем губы для того, чтобы все последующие продукты у нас ложились намного лучше, чтобы перекрыть наш родной пигмент губ, чтобы светлые помады ложились более естественно и более благородно на губы, и чтобы контур губ получился у нас ровнее. Берем помаду. Я беру хитридическую кисть бочонок. И начинаю с центральной части губ. Растушевывать к уголочкам. Маду лучше использовать матовую, чтобы она поджигалась подольше. И вот такой вот новогодний макияж у нас получился. Всех с наступающим Новым Годом! Всем пока!